Здравствуйте, девочки! Это Алена. И в этом видео я хочу показать вам некоторые образы для выпускного вечера, которые я подготовила. Я, честно говоря, не знаю точно, когда, в какое время обычно проходят выпускные в школе и в университетах в нашей стране. Я уже забыла это. Но, по-моему, когда-то в июне. Поэтому я надеюсь, что с этим видео я успею. Я надеюсь, что хотя бы кому-нибудь из вас оно будет актуально. Если же у вас уже выпускной прошел, то в любом случае впереди еще целое лето. Возможно, много будет праздников, дней рождения, какие-то свадьбы, когда вас пригласят. И наряды, которые я вам покажу, будут актуальны не только для выпускного вечера, но и для какого-то другого торжественного события. Поэтому, если для вас эта тема интересна и актуальна, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. И да, кстати, я надеюсь, что вы мне простите практически полное отсутствие макияжа на моем лице. Дело в том, что у нас сейчас уже несколько дней стоит температура плюс практически 30 градусов. И, честное слово, в такую жару мне краситься и делать какой-то серьезный макияж очень сложно. Но я надеюсь, что вы мне это простите. Начать показывать образы для выпускного я бы хотела с брючного образа. Я подготовила для вас один брючный образ и три образа с платьем. Потому что, на мой взгляд, платье это наиболее подходящий и правильный вариант одежды для выпускного вечера. Но, тем не менее, я знаю, что есть девушки, которые предпочитают надевать брюки или просто хотят надеть брюки именно на этот праздник. Поэтому я приготовила и такой образ тоже. И в этот раз я хочу немножко по-другому преподнести вам образы, которые я готовлю. Не просто показывать уже готовый образ, как я обычно делаю. Если вы смотрите мои видео, то вы понимаете, о чем я говорю. То есть это сразу готовая собранная картинка. В этот раз я хочу показать вам, как я собираю образ. И надеюсь, что вам это будет интересно. Если это будет так, то напишите мне об этом в комментарии. Мне будет приятно это узнать. Потому что мне кажется, что таким образом, возможно, люди, которым сложно придумывать для себя какие-то наряды, смогут немножко по-другому взглянуть на этот процесс. И у них станет это лучше получаться. Итак, давайте начнем с брючного образа. И на мой взгляд, если вы хотите надеть брюки на какое-то торжественное событие, то это точно должен быть не черный цвет. Черный, безусловно, очень элегантный цвет. Но особенно летом лучше все-таки от него отказаться. Поскольку мы говорим о пускных, это летнее время года, ну и сейчас тоже у нас лето, то будем сосредотачиваться именно на летних образах. И я бы советовала вам надеть что-то светлое. А в идеале для меня торжественный брючный образ на праздник, это белый костюм брючный. То есть брюки с жакетом. И это выглядит просто потрясающе. Либо какой-то яркий моноцвет, там ярко-желтый, ярко-синий, ярко-розовый фуксия. Но я предлагаю вам взять именно белый цвет. Итак, давайте начнем. Ну что, вот наши белые брюки. Такого достаточно классического кроя с легким клешем снизу. Мне кажется, такие брюки, особенно с хорошим каблуком, будут удлинять визуально ваши ноги. И прибавлять вам рост, что обычно плюс для большинства девушек. Ну и собственно, вот наш белый жакет, который будет составлять пару с белыми брюками. И таким образом это будет все выглядеть вместе как костюм. В выборе топа вы можете отталкиваться от собственных цветовых предпочтений. Я выбрала топ вот такого вот красивого, нежно-лазурного, такого, может быть даже мятного цвета. Мне кажется, что лучше взять однотонный топ и чтобы он был достаточно ярким. Каким-то таким летним, может быть коралловым, может быть какой-то лимонный, лаймовый цвет. Что-то такое освежающее, яркое, интересное. И дальше уже имея вот эти три вещи, мы с вами подбираем аксессуары. Мне захотелось сохранить этот образ воздушным. Поэтому туфли я взяла очень светлые, легкие. Они выглядят вот так. Можно в принципе взять какие-то серебристые туфли, туфли с пайетками, с блестками. Бежевые я бы сюда не советовала брать. Можно белые, но белая обувь, она довольно спорная и сложная. Но тем не менее, в принципе, можно. Здесь они такие серебристые кружево, туфельки. Клач, конечно же, нам нужно обязательно клач, большие сумки на вечер. Это не очень хороший вариант. И я взяла вот такой вот красивый клач. Он выполнен из каких-то жемчужных бусин, из серебристых бусин. Что-то такое объемное, но при этом не громоздкое, очень интересное. Даже кружево издалека чем-то напоминает. И по поводу украшений. Я решила взять серьги, чтобы они у нас как-то дополняли наш топ. Выглядят они вот так. Здесь такой же красивый лазурно-мятно-нежно-голубой камень с серебристым камнем, который будет, опять же, сочетаться с нашими туфлями и клачем. И мне захотелось что-то еще добавить сюда на шею, естественно. Как вы видите, мы ничего надеть не можем. У нас очень активный бант. Браслеты и кольца еще, в принципе, остаются доступными. Поэтому я взяла браслет. Он вот такой вот достаточно легкий, кружевной. Тоже очень хорошо сочетается и с клачем, и с туфлями, и при этом с серьгами. Потому что у сережек тоже белый металл. Это либо белое золото, либо серебро может быть. И все это вместе получается очень красивый, стильный, выдержанный комплект, который вполне может подойти для вечернего мероприятия. Вот такой образ получился у меня с брюками. Мне кажется, он получился достаточно воздушный, легкий в плане цвета, в плане текстуры. Он очень подходит для летнего вечера, будь то выпускной или какой-то другой праздник. И надеюсь, что вы со мной в этом будете солидарны. Как я уже сказала, цвет топа может быть другим, конечно же. Но вот брючный костюм белого цвета, он под себя практически любой цвет может подобрать. Поэтому дерзайте. Первый образ с платьем, который я хочу показать, будет с достаточно коротким платьем. Поскольку я приготовила три образа, я взяла и три длины. Первое это будет короткое платье мини, второе платье минди и третье платье макси. Такой прям настоящий вечерний образ. Давайте начнем с мини. Тоже буду показывать образ постепенно, как я его собирала. Итак, давайте начнем. Для этого образа мне удалось найти вот такое красивое летнее яркое платье с цветочным принтом. Это актуально и этим летом, и в принципе любым летом цветочный принт актуален и в моде. Здесь у нас, как вы видите, сочетаются коралловые и нежно-голубые цвета. И соответственно для этого платья первое, что мне захотелось найти, это туфли. И туфли я очень хотела найти кораллового цвета. И я их нашла. Вот такие вот замечательные туфли с открытым носиком. Идеальная обувь для лета, как мне кажется. Думаю дальше, я захотела, чтобы что-то дополняло и небесно-голубой цвет. И я искала клатч небесно-голубого цвета. И конечно я его нашла. Выглядит он вот так. Ну а теперь осталось дополнить этот образ какими-то украшениями, которые свяжут все это дело воедино. А также мы не забываем, что у нас есть такое дело, как маникюр и макияж. Что касается украшений. Я сначала нашла вот такие вот замечательные бусы. Потому что здесь у нас, как вы видите, все декольте открыто. И что-то просится на шею. И к этим бусам подобрала вот такие вот серьги. Это не комплект, но они смотрятся идеально вместе. Но если вдруг вам кажется это слишком простым сочетанием, то можно подобрать что-то более яркое и смелое. Например, вот такие вот бусы. Здесь у нас уже два доминирующих цвета сразу сочетаются. И вот такие вот серьги. Это опять же не комплект, но вместе они смотрятся довольно хорошо. И в обоих этих ювелирных изделиях есть оба цвета. И коралловый такой нежно-персиковый, нежно-коралловый. И вот этот вот небесно-голубой. Ну а по поводу макияжа маникюра, почему я сказала, я выбрала еще вот такую вот пару лаков. Здесь это лаки Эйси. Но это может быть абсолютно любая фирма лаков. Просто у Эйси огромная цветовая палитра. И я взяла именно их. Опять же, эти наши два цвета, голубой и коралловый. И сейчас очень в моде вот эти маникюры, когда один или два ногтя красятся в один цвет, а остальные в другой. И для этого платья такой маникюр будет просто идеален. Как вы видите, образ получается органичным, несмотря на большое сочетание вещей разных цветов. И я хочу вам сказать, что да, возможно, вам в голову придет мысль, что ну конечно, вот так вот легко это все найти. Но поверьте, это нелегко. Я составляю эти образы, иногда трачу и час времени на один, чтобы подобрать все аксессуары. И в жизни это точно так же. Все можно найти, если потратить на это достаточное количество времени и сил. Вот такой получился образ. Мне кажется, он очень красивый. Само по себе платье очень красивое, как я уже сказала. И главное вот эту вот идею понять, да, что как подбирать вещи под какую-то цветную основную вещь в вашем образе. То есть там, допустим, платье у вас разноцветное. Вы всматривайтесь в цвета, которые эта вещь в себе уже имеет, я повторюсь. И тогда... И подбирайте аксессуары под них. Не перебарщивайте. Лучше брать, допустим, два цвета, максимум три. Иначе это будет уже какая-то тропическая птица, а не человек. И все будет очень органично смотреться. И не слишком просто. То есть можно, конечно, было взять просто нюдовые лодочки. Там какой-то, не знаю, там голубой или персиковый клач и так далее. И какие-нибудь там украшения из белого золота с камнями. Но это было бы довольно просто, согласитесь. Ведь можно поиграть, выбрать что-то более интересное. И я надеюсь, что вы тоже поиграете, поэкспериментируете. У вас это получится. Второй образ. Это длина миди, как я уже ранее сказала. И, на мой взгляд, это очень непростая длина. Она пойдет немногим. Даже здесь дело не в том, что она пойдет немногим. Ее сложно правильно носить. Эта длина очень легко вот просто вот так укорачивает практически любому человеку ноги. Только если вы не модель с уже длинными ногами и ваш рост там метр девяносто, например. Тогда вам сложно будет укоротить ноги длиной миди и то. А если вы обычный человек, рост там метр семьдесят или ниже, то это очень легко сделать. Поэтому, если вы решаете надевать юбку, неважно, на выпускной вечер или куда-то еще ли платье длиной миди, то, на мой взгляд, обязательно к этому платью вам нужно обувать туфли нюдового цвета. Они визуально удлинят ногу. И тогда ваша нога не будет укорочена этим платьем. В общем, давайте смотреть, о чем я говорю уже на примере. Итак, вот мое платье. Оно очень красивого цвета фуксия. Я не люблю, когда все, что кажется розовым, называют розовым. Это не розовый, это именно фуксия. Очень красивое кружевное платье. У него есть бежево-телесного такого цвета подклад. То есть, никакой пошлости здесь нет. Особенно такая длина. Очень благородная, скажем так. И что я под него подбираю? По поводу того, что я сказала, да, можно подобрать нюдовые туфли. Но также можно взять туфли, которые просто очень светлые и приближены к нюдовому цвету. А именно, я, например, нашла вот такие замечательные лодочки в золотых пайетках. Они за счет того, что эти пайетки будут мерцать и отражать от себя свет и цвет, они, в принципе, будут практически сливаться с вашей ногой тоже. И тоже будут удлинять ваши ножки и добавлять вам рост. А дальше, к этому платью, к этим туфлям, я хотела подобрать какой-то клач тоже в золотой гамме, чтобы подчеркнуть торжественность момента и торжественность образа. Нашла вот такой очень красивый клач. В нем сочетаются и золото, и какие-то более такие прозрачные или серебряные элементы, сложно сказать. Но вот вы видите, как в общем и целом смотрится эта картина. Клач смотрится за счет того, что он не из одного материала сделан. Он очень хорошо сочетается с платьем. Повторяется вот эта вот кружевность и воздушность в нем тоже. Конечно, что-то нужно нам здесь на шею, потому что, как вы видите, совсем тоненькие бретельки, которых практически нет, и опять же, что-то хочется очень надеть на шею. Я нашла вот такие бусы, которые идеально подходят под платье как по цвету, так и по своей форме. Они тоже как-то перекликаются с узором платья, с узором кружева на платье. Ну и в качестве дополнения, также из аксессуаров, я выбрала вот такие вот очень стильные, но очень скромные серьги, потому что у нас образ сам по себе достаточно яркий. И зачем еще яркие серьги, которые будут совсем рядом с ярким ожерельем, вот этими бусами, мне как-то не захотелось. Хотя, в принципе, можно и что-то было цветное, но мне захотелось что-то такое простое сюда взять. И опять же, не забываем про макияж, про маникюр. Маникюр можно сделать фуксию, макияж, помаду, например, можно тоже взять фуксию. Опять же, у фуксии есть много разных оттенков, и холодных, и теплых, и вы можете подобрать себе. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, именно ваш оттенок, поэтому дерзайте, смотрите, ищите, и образ получится. Но я не стала ограничиваться в данном платье одним только лишь вариантом его ношения, как его надеть, потому что платье очень яркое, мне оно очень понравилось, и я придумала еще один образ, который будет выглядеть вот так. Здесь, как вы видите, я взяла другое все, и другая обувь у нас. Здесь у нас нюдовые как раз-таки лодочки с открытым носочком, очень, повторяюсь, красивые, и моя самая любимая обувь для лета. И я дополнила платье цвета фуксия аксессуарами синего цвета. Эти два цвета сочетаются идеально между собой. Здесь у нас синий клатч, синие массивные бусы, которые, опять же, по своему узору сочетаются с узором кружева на платье, и серьги, которые просто сочетаются с этими бусами. Вместе смотрится замечательно. Добавите к этому помаду фуксию лак фуксия, все будет сшито вместе воедино, очень красиво и органично смотреться, и вы будете просто звездой вечера. Вот такой вот получился образ, а точнее даже два, два варианта с одним и тем же платьем. Надеюсь, что вам они нравятся. Это, в принципе, довольно разные варианты. Один поспокойнее, такой более классический, где у нас в золотой гамме аксессуары. Второй образ получился более такой яркий и дерзкий, там более контрастные цвета задействованы, но тем не менее он достаточно пригоден для жизни, а именно для праздника. Поэтому я надеюсь, что кого-нибудь из вас такой вариант сочетания цветов вдохновит, и вы попробуете надеть такие вещи сами. И, наконец, приблизимся уже к самому торжественному варианту на любой торжественный праздник. Это платье длиною в пол. На мой взгляд, эти платья украшают любую девушку. Они придают невероятную женственность, утонченность. Я лично сама люблю очень сильно такие платья. Совсем недавно мы были на свадьбе у очень близких друзей. Если вы подписаны на меня, то вы, скорее всего, видели уже влог с этой свадьбы, и вы видели платье, в котором я там была, и в котором я сейчас перед вами здесь нахожусь. Я вставлю сейчас видео, где видно это платье в полный рост. Мне оно очень нравится. Это тоже вполне хороший вариант для выпускного вечера, как в школе, так и в университете. Оно довольно спокойное, без каких-то вычурных деталей. Единственное, что у него есть, это детали в линии декольте, в погорловине даже, точнее будет правильно сказать. И все. То есть платье минималистичное, но выглядит оно при этом, на мой взгляд, элегантно и даже роскошно. Но перейдем к образу, который я вам подготовила. И на самом деле, я пока сейчас вам рассказывала, поняла, что я хочу сделать не один образ, а два. И я сейчас расскажу сразу о двух. И давайте начнем. Первый образ я решила сделать более, может быть, такой девичий. И даже, как бы это сказать, более, ну не повседневный, но менее торжественный и помпезный. Давайте смотреть, и вы поймете почему. Ну и, собственно, все потому, что в основе этого образа лежит вот такое вот очень летнее, очень легкое платье. Легкое и в ношении, и в своей ткани, и в своем крое. Оно, в принципе, даже на повседневное, в обычной жизни, в обычный день его можно надеть, просто дополнив его более простыми и такими удобными, может быть, аксессуарами в плане обуви и клачи. Ну давайте смотреть, что я придумала на вечер. И с чего я решила начать в данном случае, это с выбора обуви. Я захотела, чтобы она у нас сочеталась с одним из цветов на платье. И нашла я вот такие вот замечательные босоножки. Мне они очень-очень нравятся. Это великолепная модель в целом. Очень красиво и женственно всегда смотрится такая обувь, такая модель босоножек на ножке. Имейте это в виду. Дальше я переместилась к выбору клача. Здесь мне было не очень легко, потому что я не могла выбрать, с каким же цветом мне его сочетать. Хотелось и мятный выбрать, и вот этот же такой фуксия нежный-нежный, какой-то припыленный. И мандариново-оранжевый, который, как вы видите, тоже есть там в цветочках. И остановилась я именно на нем, потому что он есть и как-то хочется его подчеркнуть. И нашла я вот такой вот клач, очень красивый. Он сам полупрозрачный. Из-за этого он смотрится воздушно, не слишком ярко, броско и так далее. Он как-то не перегружает полный образ. Вы это сейчас увидите дальше. Дальше я выбирала, собственно, уже аксессуары. На шею здесь нам ничего не стоит надевать, потому что она уже очень красиво оформлена самим платьем. Поэтому я выбирала серьги. Серьги мне удалось найти, которые подойдут к платью просто идеально, потому что в них есть и камень вот этого вот розовато-фуксиевого цвета, если так можно выразиться. И есть такие полупрозрачные камни более такого мятного цвета, мятно-зеленого, который доминирует в этом платье. И также я выбрала еще вот такой вот браслет из натурального камня, тоже цвета мятного, такого мятно-зеленого. И, собственно, лак для ногтей, чтобы тоже как-то это все еще у нас соединялось и красиво в месте смотрелось, тоже выбрала вот этого нежного, летнего, очень легкого цвета. Получился вот такой вот образ, который, согласитесь, если заменить, например, туфли на каблуке на сандалии в таком греческом стиле, убрать вот эти яркие серьги и заменить на что-то более простое, то, в принципе, можно так даже и вот пойти погулять в парке где-то или сходить в кафе, в кино и так далее, и так далее. Платье, оно не обязывающее, у него достаточно простой крой, интересный принт, оно не простит, то есть простой крой, это не значит, что плохо. Крой моего платья тоже достаточно простой. Но оно элегантное, но оно такое очень легкое, не обязывающее. А второй образ выглядит вот так. Здесь я нашла вот такое красивое платье, действительно вечернее, в пол, очень мне оно нравится, очень нежно смотрится. Пускай принт, казалось бы, черно-белый, он обычно довольно резкий, но здесь это цветочный принт, и за счет этого оно смотрится очень воздушно, и как будто даже какие-то элементы кружева в нем присутствуют. Итак, давайте подбирать все остальное. Конечно, черно-белый цвет идеально наполняется красным, и я решила сохранить эту классику здесь. И что же я подбирала? Как вариант, мы можем взять с вами красные лодочки на каблуке. Здесь хорошо будут смотреться туфли с закрытым носиком. Чтобы у нас не было, знаете, туфли и сумка одного цвета, давайте возьмем черный клатч. Это будет тоже очень хорошо смотреться вместе, потому что у нас будут с вами еще другие элементы образа, которые соединят все это воедино. Продолжим пока что еще про аксессуары. Я выбирала серьги и бусы. Мне удалось найти комплект, который выглядит вот так вот вместе. Это серьги и бусы, как вы видите. И они очень красиво дополняют принт наш на платье, потому что элементы не конкретно цветочные, выполнены в этих вот украшениях, но они очень сильно напоминают тоже бутоны цветов, может быть, роз, что-то подобное тому, что у нас изображено на платье. Итак, образ практически готов, но, естественно, мы не можем его завершить, не продумав часть хотя бы макияжа, я бы здесь делала акцент на глаза, но в меру, чтобы мы могли с вами воспользоваться красной помадой, которая, опять же, идеально дополнит наши лодочки, чтобы они были не просто одни красные туфли, откуда ни возьмись, а красная помада, она настолько яркая, что, в принципе, ее в данном случае было бы достаточно. Но можно еще и накрасить ногти красным лаком, и тогда все будет вообще очень красиво и очень органично. Но что я еще хочу вам сказать, можно немножко переиграть, можно взять еще черные лодочки вместо красных и красный клач вместо черного. Видите, какой красивый, и при этом многогранный образ у нас получается, вы можете здесь поиграть, взять одно, другое, вы можете взять черную обувь и черный клач, в принципе, вас как бы никто не обязывает, единственное, я бы не советовала брать все красного цвета, потому что, когда все черное, это смотрится стильно и хорошо, а когда другие цвета сочетаются полностью одинаково в аксессуарах, это смотрится немножко просто. Поэтому я бы здесь либо разбавляла, либо брала все черное. Но все черное как-то, не знаю, мне не хватает цвета. Я бы хотела здесь все-таки видеть красные лодочки, и надеюсь, что вы решитесь на такой интересный эксперимент. И как вы видите, это платье более такое, ну, серьезное, что ли. То есть его просто так вечером в кафе, может быть, не наденешь. Оно, например, может подойти для театра, какой-то театральной премьеры, например, или, ну, для свадьбы чьей-то. Оно тоже может подойти для каких-то более торжественных мероприятий. Мне оба образа очень-очень нравятся, и поэтому не смогла все-таки выбрать один. Решила показать вам два. Надеюсь, что вам они тоже понравились. Вот такие образы я приготовила для вас, дорогие мои девочки, в качестве образов на выпускной или какой-то другой торжественный вечер. Я надеюсь, что они вам понравятся, что вы найдете для себя какие-то идеи, какое-то вдохновение на ваш выпускной или просто на какой-то праздник, если у вас уже выпускной был, может быть, даже не в этом году, а когда-то вообще, как и у меня. И надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравился новый вариант представления образов, то есть мы с вами вместе практически его собираем, я показываю, как я это делаю, а не только готовый результат, то пишите мне в комментариях и поставьте мне пальчики вверх этому видео. Я пойму, что я старалась не зря, потому что на это ушло намного больше времени и трудозатрат, так скажем. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам всем прекрасной летней погоды, жаркого, солнечного лета, отличного настроения. Увидимся с вами в следующих видео. И если у вас будет выпускной, прекрасно его отпразднуйте. Но помните, что вы леди. Всем пока!